Всем здорова! Сейчас мы посмотрим новую анимацию от Найса про то, как он сам на себя ставил ловушки. Надеюсь, это не какое-то у него было психическое расстроение, а просто какая-то очередная интересная игра из детства. Поехали, посмотрим. Да что не так-то, блин, ну? Не наелая! Я не понимаю, просто не понимаю! Но мы же были так счастливы вместе, блин! Я не смогу без тебя! Не смогу! Игра только на отжимание. Под синькой. Что? Браво! Браво! Продал гараж! Продал гараж! Отличное выступление, босс. А это блокчерская игра? Но неужели на этом все закончилось? Театр? Нет. Расскажете? Ну, так как ты являешься плодом моего больного воображения, тебе-то я доверяю. Ты только никому не рассказывай, окей? Я бы не хотел, чтобы об этом узнало около... около миллиона человек. Просмотренных. Ну, мои хуми. Посмотревшись. Да, ролики. Хуми. Ну, ты понял, да? Ну, это шутка, ну, шутка, ты че, гонишь? Да это шутка, не напрягайся так сильно, ты че? Ты че гонишь? А кого? Не знаю, мне очень много надо от Кутина. Да? Меня очень напоминает. Ну, да. Подготовка к Армии 2. Три года до Армии. Так как мой друг предал меня, не захотев больше играть со мной у дурака на отжимания, потому что... Братишка. А, вот было почему про отжимания. Все, я поняла, это было продолжение той серии. Давай, еще веннее. Я задумался об отжиманиях и без карт, но все тщетно, потому что если раньше я не мог заставить себя отжиматься, потому что было слишком сложно, то теперь я не мог заставить себя отжиматься, потому что уже было слишком легко. Но Армия на подходе, а я все еще в состоянии чуть лучше, чем просто плохо. Поэтому единственным вариантом было придумать новый план по тому, как провести себя в форму до Армии. А зная предпочтения моих друзей и их отношения к людям, которые ходят в качалку... Ты глупый или что-то? Я понял одно, что к этому надо подойти по-особенному. И вот знаете, каждый, наверное, смотрел фильм «Один дома», там, где маленький мальчик ставил ловушки в каждой комнате для грабителей, и они типа такие... И мой план был примерно такой же, только единственное, что я был и этим мальчиком, и грабителем одновременно. Я пошел в свой дом, и я поставил условия, или так сказать, ловушку для себя же. То есть, если получается так, что я нахожусь в какой-то комнате, или просто прохожу через нее, то мне надо выполнить определенное действие. Все комнаты можно было подразделить на уровне сложности. Первое и самое простое... Какое просторное жилье. На подоконнике в ванной я положил экспандеры для кистей. И каждый раз, когда я заходил в ванную, в первую очередь выполнил по 20 часов на каждую руку. Вторая сложность. Коридор на первом этаже. Каждый раз, проходя по коридору, мне надо было выполнить 15 прыжков на скакалке. Третья сложность. Кухня на первом этаже. А там брусья в виде углового стола. То есть, заходя на кухню, мне надо было выполнить отжимания на брусьях от 5 до 10. Да, вот так вот. А вам хотя не давалось за это ничего? Вот так вот. И лунную походочку на выходе из кухни. Не знаю, к чему это было, я просто хотел учиться. Били-били-били-били-жим. Четвертая сложность. Хард-кор. Коридор на втором этаже. Одно из самых сложных, потому что там я расположил лежак для жима. Проходя по коридору на втором этаже, мне надо было выполнить жим от груди 10 раз. Пятая сложность. Моя комната была комплексом из двух упражнений, которые я должен был выполнить, как только заходил в свою комнату. Это 10 отжиманий и 10 на пресс. И вы, наверное, думаете, почему это самое сложное, ведь отжиматься я мог и больше, ведь я в этом хорош. Да потому что каждый раз после пресса я... Жуткие боли, из-за которых я после этого упражнения лежал бледный, по полчаса встать не мог. А теперь представьте, сколько раз за сутки в среднем человек может циркулировать по своему дому. Поверьте, много. Я бы сидела в одной комнате все время. Особенно с тем, что мать, не зная, какой я занимаюсь дичью, любит позвать меня и что-то спросить. Давай-давай, бомбу на Б. Артём! Тащи, давай-давай, тащи. Артём! Что? Артём! Что? Да, да, да. Она не ответит. Она не ответит. Блин, ты знакома вообще. Она не отвечает, она не отвечает, просто приди. Да? Это ты говоришь, что тебе знакома, а ты сам как делаешь все время? Господи, да, боже мой. Да, да. Какого-то не слышать, блин, ну ё-моё, только что, блин, пожалуйста. Что, мам? Артём! Всё, конец. Ты... Уроки сделал? Да. Ну всё, тогда можешь пойти поиграть. А там целый квест. Ну и что стоишь? Да, мне надо тут кое-что. Что? Что-то. Что тебе надо тут? А, что-то. Ну так бы и сказал что-то. А то я сначала не поняла. Но теперь-то мне, блин, всё ясно. Господи, сошли. Девушку себе нашёл бы, что ли? Я не делал то, что делал при ком-то. По крайней мере, в основном. Идея же попахивает билетом психушку. Потому что даже элементарный поход в туалет Мне тоже, когда приходил на кухню отжиматься Я всегда, чтобы никто не ездил Я так раз, раз, раз Чувствую, кто-то идет в коридору Я останавливаюсь И мне надо быстрее это делать Мне же, как бы там, сколько там, 15 раз А, подход Обязательно должен сделать 15 раз А ты не открываешь Короче, ты понимаешь Воду набирал Блин, что-то в этом есть И не дай бог В такой момент в туалете оставить телефон Все, конец, снова, все снова Вообще, похуй А самое важное, что я начал рассчитывать силы Чтобы ограничить и грамотно распределить себя В походе к холодильнику Потому что путь к нему гораздо тяжелее И иной раз, когда после кучи кругов этого ада Добираешься до холодильника А там только Просто грустной лунной походкой Идешь обратно в комнату А потом лежишь И уже понимаешь Лучше пусть мать накричит на тебя Потому что ты не подходишь к ней Когда она тебя зовет Чем лишний раз спускаться А я думала, тебя дома нет? Ты чего не отзываешься? А ты бы меня услышала Если бы я крикнул в ответ Нет, конечно Так-то ты хотя бы подвигался бы А то сидишь на бухтер И не выходишь Вообще не двигаешься Ты сказала, что думала Меня нет дома? Да А я думал сова Шуточка с опозданием Но прибыла по адресу Чух-чух Только не провод от компьютера Только не провод Так не провод Так не провод Шнура Нет, сейчас Я сохраниваюсь Сейчас сохранись Нет, я там в луна Они мне достают Нет, сейчас И приходят такие И шнуру Бам Шнуру вырубают Да, вырубают Да, сетевую в смысле Шнуру У меня тоже такое было пару раз Сетевую Шух Вырубаются Все достают Так злостно Нет, меня не бросали Просто вырубали Я так орала Я там аниме смотрю Почти досмотрела Мне вырубают Потому что уже очень поздно Там два часа ночи Типа всех задолбало Тоже так Мне кажется, все такое было Нет? Не знаю Ну сейчас знаешь проще Потому что ты можешь в телефоне Что-нибудь делать В телефоне, да Посмотрите А в телефоне тоже отбирают У тебя отбирали телефон? А телефон не отбирали вроде А потому что у нас уже Не было таких крутых телефонов Как сейчас Ну да, там не смотрели Вот если бы сейчас были То отбирали Ну да, думаю Мне даже сейчас Как-то cuando в универе училась Тоже прихожу Сижу в телефоне Мне Положи телефон Ты пришла с нами Поразговаривать Или на телефоне Посидеть Вот никогда тебя не увидишь Вещth на своем телефоне Залипаешь Вот такое Мне кажется, тоже у всех это было. Просто у всех. Короче, если это было, то напиши, скажи, что у меня такое было. Да, да. Все, пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.